МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что сейчас происходит в регионе, узнаем вместе. Я Артемий Заварзина и мои коллеги приветствуем всех. И вот главная тема. Резонанс происшествия не стихает. Убийство подростков в Северодвинске. Полиция и следком до сих пор ищут того, кто с ножом набросился на юношу. Дорога, если не жизни, то жизненно необходимая. Участок на улице Касаткиной не знал ремонта долгие годы. Неужели теперь быть новым асфальтом? Сразу пять общественных территорий открыты для жителей и гостей Архангельска. Какие парки и скверы стали комфортнее? И за счет чего? Итак, расследование о трагедии в Северодвинске на особом контроле руководителя Следственного комитета России. Большой резонанс происшествия породил много домыслов и версий, а поиски убийцы до сих пор продолжаются. Увы, минувшие дни отметились не только ЧП в городе Корабелов, но начнем именно с него. Резонанс оказался таким, что дело на личный контроль взял глава Следкома России. Впрочем, за подробностями трагедии в Северодвинске с тревогой наблюдают все северяне. Ведь от ударов ножом неизвестного погиб 17-летний подросток. Его обнаружили недалеко от моста по улице Лебедева. Детали выясняют следком. В сети интернет выдвигаются различные гипотезы. То ли юноша сделал замечание пьяной компании, то ли конфликт произошел между ним и прохожим. Пока ни одна из версий не становится официальной. Но предполагаемый тот самый прохожий зафиксирован убегающим на камеру видеонаблюдения. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Это дело тоже отнесено следковым к разряду особо важных. Организаторам притонов Архангельске наконец предъявлено обвинение. Фигурантами стали 4 человека. Я по борьбе с организованной преступностью. Сейчас будет проведено у вас обыск. По версии следствия, с декабря по август этого года они содержали бордели в квартире и сауне, расположенных в центре Архангельска. Услуги оказывали не менее 15 девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Навар был неплохим. При обысках изъято более 2 миллионов рублей. Трое участников организованной группы под стражей. А, видишь, машина куда-то улетела. На вопросы ребенка папа не отвечает. Слова трудно подобрать, когда видишь шокирующую картину. В этом ДТП на трассе М8 погиб человек. Находясь за рулем Мерседеса, он сначала начал обгонять попутчика, затем, уходя от столкновения, потерял контроль над управлением и съехал в кювет. В результате водитель Мерседеса скончался на месте. Две пассажирки иномарки госпитализированы. К счастью, в этом ЧП обошлось без жертв. Деревянное здание на бревеннике было нежилым. Дом на улице Колхозной давно расселили. Однако пожар местные жители заметили поздно к приезду спасателей. Половина дома уже была охвачена огнем. Чтобы отвести угрозу от стоящего поблизости жилья, на помощь островитянам были направлены пожарные из Архангельска. Тушили и разбирали завалы всю ночь. Причина пожара выясняется. Возможно, это был злой умысел. Артемий Заварзин, Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. К другим темам. Дорога по улице Касаткиной в Архангельске далеко не в завидном состоянии. Ее не ремонтировали уже больше 10 лет. Между тем, участок ведет к жилым домам, крупным торговым центрам и, наконец, к офису водоканала. Так как даже жители увидят ровный асфальт. Во время рабочей поездки глава города Дмитрий Морев осмотрел улицу Касаткиной. Тут, на участке от Вельской до Московского проспекта, планируют провести ремонтные работы. Чтобы не мучились люди, она тем более соединяет две главные трассы. Да, Ленинградскую и Московскую. Вот что-то можно по этому вопросу сделать? Просто очень вас просим. Я согласен, Лена Андреевна. Вот ваше обращение депутатские мы получили. И, в принципе, действительно понимаем, что жалоб здесь достаточно много. Дорога очень важная. Люди ездят уже по обочине. Поэтому я думаю, что я убежден, что мы в этом году в ближайшее время сейчас начнем ее асфальтирование. Несмотря на состояние дороги, трафик здесь достаточно высокий. А так как поблизости крупные торговые центры часто ездят, в том числе и грузовой транспорт. К слову, дорогу здесь не ремонтировали больше 10 лет. Презервать примерно через полтора недели уже можем зайти. Потом тут требуется в равном числе ищи ПГС из заниженных участков. Надо ее приподнимать, потому что длинная организация отсутствует. Поэтому надо припринять саму дорогу, чтобы она под будущим простояла как можно дольше. Но потом будем закатывать асфальт. Ремонт дороги обойдется в почти 9 миллионов рублей. Завершить его планируется к концу октября. Аким Самедов, Денис Линчевский, регион 29. Сразу пять новых общественных территорий открыли в один день в Архангельске. В честь праздника прошли даже народные гуляния. Подробности у Александра Богдановича. Большое событие прогремело по всему Архангельску. Сразу пять общественных территорий открыли по программе формирования комфортной городской среды. В честь такого праздника культурные центры города подготовили развлекательные программы, которые прошли сразу на всех площадках. В округе Баравино-Фактория теперь создана новая прогулочная зона. Здесь удобные дорожки и скамейки. Также горожане оценили благоустройство пространства вдоль шестого дома по улице Воскресенской. Орнамент центральной дорожки повторяет образ высотки, а современные фонари, арт-объекты и скамейки сделали это место притягателем для любителей пофотографироваться. Это очень здорово. Пусть таких мест будет как можно больше, потому что в Архангельске зеленых зон маловато. И если они будут появляться с такой регулярностью, это будет очень здорово. Людям будет место, где проводить свое время, где погулять с детьми, с колясками. Поэтому пусть появляются. В сквере ОГКЦ тоже комфортная зона. Теперь здесь не только горожане будут гулять, но и творческие коллективы давать свои концерты. Так праздничное настроение к обновленной территории на улице 23-й гвардейской дивизии добавили коллективы молодежного культурного центра «Луч». Вдоль аллеи широкий освещенный тротуар и саженцы «Яблонь». Безусловно, любые скверы, парки, которые сегодня открываются у нас в городе – это место притяжения родителей с детьми, пожилых людей для проведения свободного времени. И, конечно, то, что сегодня обустраивается и развивается – это, безусловно, очень большой вклад в развитие комфортной городской среды. Радость пришла и в Соломбалу. За короткий срок округ получил современный зеленый парк. Кстати, название теперь он носит Никольский. Его выбрали жители сами народным голосованием. Мы сегодня впервые сюда пришли. Очень понравилось. Ребенок доволен, бегает. Все классно. У меня две внучки с удовольствием сегодня пришли посмотреть. Все здорово, очень хорошо. Людям есть где погулять, покататься на велосипедах, на самокатах. Тут дорожки есть с коляской, с детьми погулять очень хорошо. У вас такое было в детстве? Нет, не было. Участие в церемониях открытия пяти общественных территорий принял и глава города Дмитрий Морев. На мой взгляд, действительно, мы сегодня открыли пять парков. Сама погода нам благоволит. Солнце сегодня. Поэтому я думаю, что праздник удался. Пять хороших скверов мы сегодня открыли. И в ближайшее время мы будем открывать и еще благоустроенные территории. Поэтому, ну, мне кажется, что такого масштабного благоустройства в городе Архангельске как минимум давно. Давно, очень давно не было. На этом Архангельск не останавливается. Уже сегодня начали благоустраивать еще несколько общественных пространств. Это парк имени Ленина, сквер на площади Терюхина в Соломбале, сквер имени 12-й бригады морской пехоты в Маймаксе, а также площадь Мира. Александр Богданович, Александр Кузнецов. Регион 29. Парашюты, блиндажи и творческая студия в центре «Патриот» прошел день открытых дверей. 10 площадок для юных северян. Как провели день, ребята, узнал Аким Саменов. Первый прыжок с парашютом – дело ответственное. И никто обычной иллюзии насчет простоты не питает. Готовиться к покорению воздушного пространства нужно еще на земле. А именно в центре «Патриот», в котором прошел день открытых дверей для юных северян. Тут же можно и знания об истории Великой Отечественной войны подтянуть. Или, например, задуматься о творчестве. Ну, а если интересно, то и о военной подготовке. Экскурсия очень понравилась. Очень понравилась военная подготовка. То есть показали, как обращаются с оружием, вообще вооружение Российской Федерации. Нас пригласили на юноармию, платформу, показать новое направление. Много интересного, все для молодежи. И каждый понимающий человек явно захочет сюда записаться. Если с современным вооружением все относительно ясно, то образ жизни людей почти вековой давности мы можем наблюдать только в хронике и в кино. Но тут есть возможность побывать в блиндаже времен Великой Отечественной войны. В таких командования обсуждало стратегически важные планы наступлений и тактику ведения боя. Блиндаж такой, который строили наши бабушки и дедушки во время Великой Отечественной войны. То есть подобные блиндажи использовались как передвижные медсанбаты, также использовались для хранения вооружения, для оказания первой помощи пострадавшим. Среди площадок на маршрутном листе есть и рота почетного караула. В зале, однако, ни важных объектов для охраны, ни сурового молчания. Юным архангелогородцам демонстрируют сложные элементы владения оружием. Ну а чтобы об этом было кому рассказать, соседние аудитории завлекают в профессию наших потенциальных коллег на площадке юнкоров. Патриотическое воспитание – это не только спортивная подготовка или военная какая-то, военизированная подготовка, это и творческая подготовка. И приятно, что с этого года на базе Центра «Патриот» будет открыто новое направление, новая студия, она называется «Доблесть». Там как раз будут заниматься именно творческим развитием, развитием творческого пансала детей. Это и уроки хореографии, сценического движения, ну и многие другие творческие навыки. Всего в маршрутном листе ровно 10 площадок. Есть даже такая небольшая казарма. Но посещайте лучше в самом конце, чтобы отдохнуть от всех ярких впечатлений. Кстати, первые 100 человек, которые зарегистрируются и пройдут эти площадки, получат небольшие призы. Аким Самедов, Ольга Красулина, «Регион-29». В сентябре 1966 года в первый класс этой школы был зачислен 31 ученик. Этой фразой можно было начать рассказы о практически любом образовательном учреждении. Но учебное заведение, о котором сейчас пойдет речь, аналогов в Архангельске не имеет. В эти дни свое 55-летие отмечает детская художественная школа номер один. Юбилей его преподаватели, ученики и выпускники отметили, как и полагается, творчески. Нечасто выставка молодых и пока неизвестных художников вызывает такой ажиотаж. Впрочем, эта сборная солянка пейзажей, портретов, натюрмортов служит скорее антуражем и отражением более важного события. Юбилея детской художественной школы номер один. Кузницы кадров для будущих живописцев, архитекторов, скульпторов, дизайнеров. За 55 лет работы из ее стен вышло более 2,5 тысяч выпускников. Многие пришли поздравить Альма-Матер с праздником. Единственное в своем роде учебное заведение в Архангельске – это творческий сплав юности и опыта. Маститые педагоги передают свои знания не только подрастающему поколению, но и молодым коллегам. На праздничном вечере и те, и другие получили заслуженные награды и благодарности. В том числе от администрации Архангельска. Сегодня город стремится не только содержать, но и развивать уникальную школу. Самая главная миссия – это, наверное, расширение кругозора наших детей. Потому что, пройдя через художественное образование, они начинают наш мир видеть совершенно по-иному. Этот незамутненный гаджетами взгляд на мир как раз и представлен на юбилейной выставке. За него школе благодарна и выпускница 2019 года Юлия Гришина. Вдохновение, так или иначе, оно начинает посещать тебя намного чаще. И ты начинаешь видеть больше прекрасного вокруг, как-то по-другому смотреть на вещи. Потому что, опять же, люди, которые тебя окружают, они влияют на тебя. В юбилей принято подводить какие-то итоги. Но детская художественная школа живет не только прошлым. Нам бы еще хотелось еще одну предпрофильную программу открыть, помимо живописи. Есть еще дизайн, есть еще архитектура. То, что востребовано сейчас нашими выпускниками при поступлении. Мы очень надеемся, что мы сможем расширить наши здания, школы. Как можно больше детей принять на обучение. И выпустить замечательных, хороших людей. Расширение площадей пока на уровне проекта. А вот замечательные работы хороших людей можно увидеть уже сегодня. Юбилейная экспозиция будет представлена в выставочном зале Союза художников до 3 октября. Алексей Корельский, Ольга Красулина, Регион 29. Теплые дни радуют нас в экваторе месяца, но зонтик далеко не убираем. Актуальная метеосводка через пару секунд. Я не прощаюсь. Нашей семье нужен новый дом. Квартиры в ипотеку с господдержкой для семей с детьми. От 0,2% годовых. В просторных планировках найдется место каждому. Группа «Аквилон». Звоните 65308. Код города 8182.